Трудовым кодексом закреплено право работников на отпуск, причем не только на ежегодный, очередной, но еще и на другие виды отдыха. Ведь отпуск могут взять штатные сотрудники организации, внешние совместители, надомные и удаленные работники, сезонные специалисты. И многие считают, что составление графика формальностью, ведь до отпуска еще много времени, но отсутствие этого документа расценивается как административное правонарушение, влечет предупреждение или штраф. Благодаря графику работник может заранее спланировать свой отдых, а работодатель сможет правильно выстроить бюджетный персонал, а также продумать, кем заменить отдыхающих сотрудников. Для работодателя это гарантия, что все сотрудники не уйдут в отпуск одновременно, а будут уходить последовательно, имея возможность заменить отсутствующих коллег. Продолжительность отпуска вообще зависит от количества дней, на которые сотрудник имеет право, и от количества дней неиспользованного отпуска по состоянию на 1 января нового года. График отпусков в каждом структурном подразделении может быть свой. Особенно это актуально для больших компаний, в которых работают сотни или даже тысячи сотрудников. В этом случае подготовкой проектов графиков занимаются руководители подразделений, а затем документ передают кадровикам, которые со своей стороны формируют сводный, единый график отпусков. Ежегодный основной отпуск оплачивается работодателем, на него вправе рассчитывать любой сотрудник, отработавший по трудовому договору минимум 6 месяцев. Статус компании и степень занятости не имеет значения. По договоренности с руководителем отпуск можно разделить на части. За время ежегодного оплачиваемого отпуска за сотрудником сохраняется рабочее место и заработная плата. Уволить во время отдыха могут только в случае ликвидации фирмы. Как оформить отпуск работника? Какие обязанности возникают у сотрудника после того, как график отпусков составлен и может ли работодатель самостоятельно составить график отпусков? Давайте разбираться вместе с нашей гостьей в студии Елены Кеди, генеральный директор Центра юридической защиты предпринимателя. Елена Анатольевна, здравствуйте. Доброе утро. Какая приятная тема. Очень приятная, да. Но все-таки график отпусков. Мы как бы в основном-то думаем о слове отпуска, а вот график отпусков как бы пропускаем. Чья это обязанность? Работодателя, сотрудника, должен ли, если работодатель, должен учитывать мнение сотрудника? Как тут все работает? Значит, прежде всего, если мы сегодня говорим о законе, а не о традициях в коллективе, хотя они очень важны, особенно в небольших, вы правильно сказали. Вот. Но если говорить по закону, то это обязанность работодателя. Это обязанность, право работодателя. И что касается того, что, чтобы учитывать пожелания, то действительно, вот законом учет этих пожеланий, если только работники не относятся к отдельным категориям специальным, учет пожеланий законом не предусмотрен. Поэтому действительно, учет вот этих пожеланий или какие-то приоритеты, они могут быть выстроены и закреплены в локальном акте, в каком-либо положении. Если нет, то, да, просто складывается практикой исследования мнения, кто когда хотел бы, но приоритет решения остается за работодателем. Хочу сказать, что сейчас действительно это актуальная тема, вот вы ее именно в это время поднимаете, потому что законом, трудовым кодексом предусмотрено, что график отпусков во всех организациях должен быть утвержден не позднее, чем за две недели до окончания календарного года. То есть как раз сейчас, на следующий год. Сейчас в декабре нужно успеть договориться, потому что как на следующем это получается. Да, да, да. Вот. И, соответственно, если говорить о том, что могут возникнуть споры, могут возникнуть недовольства, да, либо в переговорном порядке, либо все-таки прерогатива остается работодателя. То есть просто так сказать, что я хочу в августе, вы мне не даете, я написала заявление, я пойду в августе, то это будет, если вдруг такое случится, это будет нарушением со стороны работника. Работодатель определяет, кто когда должен идти в отпуск. А если вот наоборот сотрудник говорит, а я не хочу в отпуск идти, не буду. Вот. Это вот... Вот здесь, знаете, какой момент? Даже ты что не хочу. Вот, например, у меня так получилось, что в том году я просто не успевал в отпуск ходить как-то, так вот не получилось официально его взять. Можно ли это рассчитывать на компенсацию в это время? И вот что вообще, да, как вот... Значит, вот что касается действительно нежелания самого сотрудника. Значит, с одной стороны понятно, что у нас все свободны, с другой стороны, на самом деле это очень серьезная обязанность работодателя предоставить каждому один раз в год, но не в год календарный, а в год его работы. То есть если пришел работник работать в марте, или, да, в марте, то до следующего марта это вот тот период, за который он получает отпуск. Не менее шести месяцев должно пройти, если не берем опять специальные категории. Так вот, запрещено законом не предоставлять отпуск, даже если это желание работника два года подряд. Что касается непредоставления отпуска в течение одного года, то, ну, как указано в законе, в каких-то крайних ситуациях, когда прямо это... уход этого сотрудника отразится негативно на работе предприятия, по общему правилу обязан уйти в отпуск. И продолжительность у нас общего отпуска, обычного отпуска, это 28 дней для всех. Ну и, соответственно, есть отпуска дополнительные, за ненормированный в рабочий день, за вредные условия. Ну и у нас традиционно, да, это связано еще с дальневосточными льготами. Соответственно, вот у нас в Хабаровске это 28 плюс 8. Так интересно, что человек должен отдохнуть. Самоформулировка мне очень сильно нравится. Да, да. А вот компенсацию все-таки можно ли получить... Я вот продолжу отдохнуть. Еще пару слов. Можно дробить отпуск, и при этом закон говорит, что когда вы вдруг делите на части, то как минимум одна часть не может быть менее 14, потому что наукой установлено, что только за 14 дней может действительно полноценно восстановиться. Что касается компенсации. Вот компенсации можно и просить, и обязанность работодателя выплачивать только за дополнительные отпуска. Вот эти вот основные отпуска 28 дней, они должны быть использованы именно для отдыха. Соответственно, даже если очень будет просить работник. Ну, безусловно, перегибы различные, нарушения случаются в организациях, но даже если будет очень просить работника, ему очень нужны деньги, то работодателя накажут, если он заменит непосредственно дни отпуска, да, компенсацию. Ключи в офисе надо, замки поменять, чтобы сотрудник не приходил две недели. Садим я, да, Ваня. Да, мне просто бывают такие моменты, например, двое коллег хотят уйти в отпуск в одно время. В августе, например. Да, это очень жаркий период. Двое тысяч коллег хотят уйти в отпуск, в августе все хотят уйти в отпуск. Как про начальник? Значит, все только по соглашению сторон. Здесь только... Или начальник говорит, вот этот идет, а вот этот не идет. И... То есть все-таки решение остается за руководителем. А спорить решение, вот в части того, что... Вот оспорить, что не предоставляют... Себе дороже, мне кажется, спорить с начальником. А оспорить, что мне не предоставили в августе, а предоставили другому. Ну, у нас есть категории, которые могут претендовать на предоставление в отпуск, в то время, которое им предпочтительны. Но это очень такие редкие. Это, например, женщины перед уходом в отпуск, связанный с родами. Это мужчины, у которых женщина находится в отпуске по беременности и родам. Не по уходу за ребенком, а по беременности и родам. Вот. То есть это в лица до 18 лет и так далее. То есть вот ограниченный контингент сотрудников, они могут говорить о том, что у меня есть приоритет. Если нет этих приоритетов, то только договариваться внутри коллектива. А можно выйти не по графику в отпуск? Ну, вот и в графике отпусков в декабре вы составили на следующий год. Ну, вот, ну, надо. Если работодатель отпустит. Если вы пришли, если вы договорились, то есть все по соглашению. Если вы самостоятельно... Да, значит, вот за две недели должен быть график. И непосредственно до каждого работника должно быть доведено под роспись не позднее, чем за две недели до отпуска. Приказ о том, что у тебя начинается отпуск. Опять же, чтобы не возникло конфликтов. И расчеты отпускные должны быть выданы не позднее, чем за три дня до начала отпуска. И вот в случае нарушения вот этих вот тут, вот, кстати, работник, можно сказать, вы меня заранее не предупредили за благовременно, деньги мне не выдали на поездку в Таиланд. Поэтому передвигайте мне отпуск. Так вот мы поболтали с вами хорошо, вы все очень здорово сказали, но вот как-то мы останемся же здесь же, будем дальше работать, а отпуск пока нет. Будет у нас еще время отдохнуть. В общем, как написано в нашей Конституции, каждый человек имеет право на отдых, и право на труд, и права эти закреплены законом, поэтому отдыхать нужно тоже по закону и со знанием того самого закона. Да и вообще отдыхать нужно. Отдыхать нужно. На студии Елена Кедя, генеральный директор Центра юридической защиты предпринимателя.